В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день декабря с погоды. В Черкесе ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем 4-6 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. 17 декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите! Возможности онлайн-торговли. По таким названиям в Черкесске прошел семинар для представителей малого и среднего бизнеса, организованный при поддержке правительства республики. О возможностях интернет-торговли рассказала федеральный тренер школы российского экспорта, кандидат экономических наук Оксана Воронкова. Участники обсудили модели, маркетинг, продажи и способы ведения экспортной торговли. Подробно рассмотрели такие вопросы, как оплата товаров покупателями, существующую государственную поддержку и другие темы. На практическом занятии обсудили особенности модели своего бизнеса и определение его степени подготовки к онлайн-экспорту. Цель семинара – сформировать у субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаева-Черкесии базу знаний для успешного и эффективного старта онлайн-продаж за рубеж. Мы рассматриваем, как можно выходить в каналы онлайн-торговли, расширяя свое присутствие на внешних рынках, будучи доступными любому покупателю с любой точки земного шара. И мы рассматриваем вопросы, как выходить на маркетплейсы, какие маркетплейсы использовать, как подключать здесь государственную поддержку, потому что сегодня у нас центры поддержки экспорта могут открывать аккаунты бесплатно для своих предприятий в регионе, чтобы они заключали экспортные контракты и продавали на экспорт. И как учесть при этом все эти вопросы, связанные с фулфилментом, оплатой, логистикой, хранением на территории зарубежного государства. Ну и учитывая, что у нас сейчас самый крупный маркетплейс и в России, и в странах Евразийского экономического союза Wildberries, мы останавливались на калькуляции цены на примере Wildberries. А как вы оцениваете потенциал бизнеса Карачаева-Черкесии, малых и средних? Первое впечатление. У каждого есть потенциал, тем более, что у вас очень хорошо развита текстильная отрасль. И как раз-таки для текстильщиков онлайн-экспорт это номер один. Есть возможность привлечь как клиентов физические лица, которые будут покупать вашу продукцию, так и, соответственно, оптовых покупателей, если речь идет о системе B2B-продаж. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке, затем также программы абазинской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесии с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok